Филипп Киркоров и Ксения Собчак довели Бузову до слез на премии Жара 2021, телеведущая убежала со сцены. Дело в том, что Ольга Бузова выступила в роли ведущей музыкальной премии Жара 2021 вместе с Ксенией Собчак и Филиппом Киркоровым. Во время мероприятия артистку постоянно спрашивали про ее отношения с бывшим женихом, Давой. Ксения Собчак активно провоцировала свою соведущую на эмоции, обсуждая ее разрыв с Давидом Манукяном. Ольга Бузова всячески старалась держать Марку, однако после убежала со сцены в слезах. Кем тебе больше все-таки нравится обниматься, с Давой или с Филиппом? Я на крыса! Ну что же, вот и пошел нормальный... Аааа, какая жизнь пошла! Ой, такой еще вопрос! Сложилось. Ну что, ты тоже не без греха. Ты тоже с другим. Ольга всегда очень эмоционально реагирует на любые выпады в свой адрес. Вопросы о бывшем бойфренде Давиде Манукяне и вовсе болезненны для певицы. Как сообщил источник, Ольга Бузова пришла на церемонию награждения в великолепном настроении. Но ее засыпали вопросами о бывшем женихе, и как и любую девушку, это очень ее ранило, ведь она до сих пор переживает это расставание. При этом своих слез артистка никогда не стеснялась. Наоборот, Бузова уверена, что именно из-за искренности ее так сильно любят фанаты. В сети многие считают, что певица давно пора уметь держать удар, ведь артистка сама рассказала о трудностях в отношениях. Позже Ольга Бузова заявила, что не обижается на Ксению Собчак, но отметила, что скандальной телеведущей нужно поучиться проявлять женскую солидарность. Важный совет от меня. Нужно себя любить и принимать. Сколько в нашем мире красавиц визуальных и счастных. А смотришь порой на девушку, вроде такая вот ладненькая, но ничего в ней как будто бы особенного нет. Но когда она внутри наполнена, когда она внутри полная, когда она себя любит принимать, когда она становится 10 раз, что автоматически шикарная женщина. Ксения шикарна. Женщина, но женская солидарность, у такого понятия, ей нужно, конечно, поучиться. Я вообще ни на кого не слился на нее в том числе, потому что это профессия, это шоу-бизнес. И с 17 лет я нахожусь в северной телеведине и каждый раз поражаюсь и гуляюсь, и каждый раз тоже. Но это мой путь, я его выбрала, поэтому как половянный солдатик стоит и принимаю все удары. Филиппа Киркорова Ольга тоже простила. Вечером 6 апреля они побывали на премьере мультфильма «Стопроцентный волк», который озвучили Ольга Бузова, Клава Кока и Александр Гудков. У нас сегодня потрясающий вечер. Семейный поход, да? Семейный поход в кино. Ольга Бузова в главной роли «Стопроцентный волк». Ну правда, очень круто, на самом деле, окнулся. Такую атмосферу немножко попыедить. Спасибо тебе, что попыла. Спасибо, что пришли. Ну, конечно. Мы тебя любим, да? Я вас. Ольга Бузова и Дава расстались два месяца назад. Их роман длился чуть больше года и казался красивой сказкой. Оба задаривали друг друга дорогостоящими подарками, часто говорили о любви в соцсетях. На днях, в одном из интервью Дава сообщил, что очень серьезно был настроен на совместную жизнь с певицей Ольгой Бузовой. Он видел ее будущей женой, матерью своих детей, был намерен приобрести дом и делать ее самой счастливой женщиной на планете. Однако их мечтам не суждено было сбыться. Субтитры создавал DimaTorzok